Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами отправляемся на интереснейшую рыбалку, я надеюсь, в уникальное место, а именно на водоем охладителя атомной электростанции. Поэтому сегодня в прилове будут светящиеся рыбы с руками, с ногами, ну и так далее. Место уникальное, наверное, по двум параметрам. Первое, то, что это огромный, огромный водоем, который почти полностью весь создан руками человека. То есть из-за этого там получается очень необычный рельеф, перепады там с одного метра на десять, и вот таким рельефом он практически весь этот водоем, соответственно, напичкан. И второе, это то, что он не замерзает практически в любой мороз, то есть реально там минус 20, минус 30, а этот водоем там постоянно жидкая вода. Ну потому что он охлаждает, соответственно, контур атомной электростанции, и вот в это время от него просто стоит такой валит огромный пар, все деревья замерзшие во льду. В этом выне, и вот люди, которые там, люди рыбачат реально в минус 20, и они вот тоже, когда выходят с этого водоема, там реально вся лодка во льду, снасти во льду и так далее, и так далее. Я, честно говоря, я не рискнул ни разу в такое время туда отправиться, но тем не менее, вот люди экспериментируют над собой, над своим здоровьем. И вторая его уникальная особенность, как раз-таки из-за теплой воды, это то, что там все биологические процессы протекают по-другому. Ну под биологическими процессами я имею в виду жизнь рыб в основном. Ну, допустим, вот сейчас конец марта, и судак там пойдет на нерест. А вообще в обычных других водоемах судак идет на нерест последний, и это происходит, насколько я знаю, май или даже июнь, ну в зависимости от региона. Водоем этот находится практически в 200 километрах от меня, в соседней области, это Курская область, куда я, соответственно, сейчас и направляюсь. И это единственное место на данный момент, где можно до запрета хотя бы успеть половить с лодки. А так как запрет там начинается раньше, в общем, я сейчас пытаюсь запрыгнуть, так сказать, в последний вагон, потому что через два дня там будет уже запрет, и, соответственно, теперь только до июня. Если первая рыбалка в сезоне начинается со смешной ситуации, значит, она пройдет хорошо, наверное. Не знаю, каким образом, но я, видимо, взял просто часть весла от другой лодки, а это другую часть весла от этой. И в итоге вот одно весло нормальное, другое такое. Брррр! Ну, надеюсь, это ничему не помешает, хотя, конечно, вот подплывать иногда веслами, но возьму вот эту вот часть, может быть, пригодится. Ну, а если еще и мотор заведется, рыбалку можно в целом считать уже удачной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Это к вопросу о китайских моторах. Я с ним уже четвертый год и пока только радует. Может быть, повезло, а может быть... Курчатовская атомная электростанция находится сейчас позади меня, а я отправляюсь немного в другую сторону. Дело в том, что меня пригласили на рыбалку друзья, и они меня там ждут, они покажут мне места и немножко познакомят с этим водоемом, потому что я на нем всего второй раз, и, честно говоря, за один раз мало что смог понять. Думаю, что даже, наверное, за десяток выездов тут не составишь полной картины, потому что акватория огромная. И это еще не весь он. Вот там вот эта коса. Это сейчас холодный канал, я его обогну и приплыву в теплый канал. Это по размеру примерно такой же еще водоем, как и вот эта вот часть. Сразу скажу, привет! Просто я не смогу подходить тихо, потому что забыл одно весно. В смысле, а мы не ходим? Не, ну просто обычно тут это, а я смотрю, у вас тоже его нет. Оно есть. А, во! Это вот, слушай, это надо желание загадывать, подожди. Нет, ну у тебя не надо соединить, да? А, у вас вообще она в этих боях. Не, а я на другой лодке схватил одну часть, ну, весло-то весло, покидал и все. Ну что, как у вас успеть? Да, нормально. Нормально? Рыба есть, надо уметь ловить, да? Как всегда. Начинают вылазить очередные подснежники, это в смысле проблемы. После зимы умер аккумулятор. Я сегодня остался без эхолота. Все. Я не стал брать свой литий-ферум-полимер. Взял старенький обычный металл-гидрид, кажется, и все. Он, видимо, вот ему три года, он заряд... Жалко. Просто хотелось посмотреть и новым эхолотом акваторию, где что. Ну, ладно, буду теперь полагаться на ребят. Они сказали, чтобы я не переживал. Что-нибудь помогут мне что-то донайти. Я вчера потратил целый день прямо вот с утра засел и до вечера перебирал снасти, готовился, наматывал новые шнуры, оснащал приманки и так далее, и так далее. В общем, полностью, не знаю, привел в порядок все, что бросил, так сказать, осенью. Я вообще вот так, когда сезон заканчивается жидкой воды, я обычно все бросаю и только вспоминаю весной. И весной выделяю один-два дня полностью, чтобы приготовиться к будущим рыбалкам. Ловить я сегодня планирую судака и окуня, и поэтому взял, соответственно, два спиннинга. Один до 31-го под судака и второй до 19-ти под окуня, но про него потом расскажу. У этого спиннинга длина 2.4, это моя любимая сейчас длина у спиннингов для ловли с лодки джигом. Не знаю, мне и больше как бы не хочется, ну и меньше, соответственно, как-то неудобно. Его я оснастил 4000-й катушкой, и вообще в последнее время я все спиннинги, начиная вот которые до 28 грамм, я стараюсь оснащать 4000-й, потому что 4000-й катушки стали и компактные, и легкие, это не те, что были раньше, вот такие монструозные, и поэтому не испытываю никаких проблем. Просто вы меня часто спрашиваете, опять же, какую катушку поставить, но вот я сейчас пришел к тому, что стараюсь ставить 4000-й. А, соответственно, на спиннинги, которые до 16-ти, я ставлю 2500-й. Намотал я сюда плетенку 08-ю по Японии, это вот такая фирма Intech, называется First Braid. В том году первый раз с ними познакомился, на летних рыбалках с 06-м шнуром, и в целом он по разрывной нагрузке очень мне понравился, то есть реально он прям прочный-прочный, поэтому вот на этот сезон взял себе 08-й. И обязательно восьмижилку, потому что для спиннинговых катушек, я считаю, это важно, чтобы был и вылет дальше, и по кольцам не шуршало, ну и вообще, никаких негативных, скажем так, отзывов от использования восьмижилок, потому что они не такие крепкие, я ничего такого сказать не могу, потому что пользуюсь ими уже, наверное, года 4, только восьмижилками на спиннинговых катушках. Ребята посоветовали мне использовать приманки света темного, ну типа машинное масло, это они у меня здесь были. Сказали, что на другое прям не хочет брать. Это либо, наверное, вот такое, либо сейчас еще найдут что-то более темное. Ага, вот, наверное, это оно. Мне вот это, наверное, лучше подойдет. Я все приманки пооснащал вчера, кроме, как оказалось, вот этого цвета. Ну, точнее как, он оснащен у меня двойником и оснащен одинарником, а вот offset я забыл надеть. Крючки я использую вот такие, они из тонкой проволоки, потому что здесь есть зацепы и коряги, и в случае зацепа, соответственно, такую проволоку можно разогнуть. И в то же время она выдержит рыбу. И это очень и очень удобно. Я уже давно использую крючки только практически из тонкой проволоки. Ну, опять же, сообразно тем условиям, где ловлю, и помогает, убирая, скажем так, лишнюю головную боль, меньше потерь приманок, и в то же время нет потерь рыбы. Потому что хороший крючок, он всегда разгибается в линию, то есть он не сломается в случае чего. У меня на втором канале я выпускал видео, где я подробно рассказывал про это, почему так делаю, и как это работает. Ну что, первый заброс, и остается надеяться, что не будет сразу рыбы. Хотя я в суеверие не верю, это же есть такое суеверие, то что если на первом забросе ловится рыба, то, соответственно, потом не жди хорошей рыбалки. Но по мне так пусть и наловится сразу. Ну, какие ребята. Видимо, кто-то знакомый. И мой тоже. Была поклевка. Сделал уже порядка десяти забросов. Каких-то пару контактов было, но вообще ничего. Таких четких прям выраженных поклевок и нет. Уже сменил приманку, вес. У ребят поклевывает. Буду подбирать. Пока даже не знаю. Мозги не работают после зимы в спиннинговом направлении. Взял познакомиться с новой дайвой. Это Ninja. Модель GS802 MHFS. Брейдинг X. Палочка. Я вот когда взял, первые впечатления от нее были такие. Ну что, палочка ближе к десятке приближается. Хотя оказалось по цене четыре с половиной. Ну, единственное, что, наверное, ее выдает, это немножко она тяжеловатая. Здесь четырехтысячная, да. По балансу. Ну, не идеальный, но все же. Нет, палка очень интересная за свою цену. Единственное, что вот еще кольца. Почему такие поставили, видимо, экономия? Не знаю, могли бы немножко облегчить кольцами и было бы просто здорово. Потом попробую ее половить. А с облегченными кольцами там уже поэго будет. А, ну вот тогда и все, да. Тогда, в принципе, все ясно. С другими кольцами более дорогая удочка. Это действительно водой город. Ну, а я, как бы, пород в своей работе с подкалкой, с ребятишкой, с этим. Это рыба? Да. О, хоть посмотрю на рыбу сегодня. Я то забыл уже за Зиму, как она выглядит. Можно этот. Сидит вся... Поассистируй, потому что у него нужно. Надо там все, это, сюда садиться, видишь, по угодному. Оля-менька. Иду, да, закрась иди. О, вообще... Ну, на резину в этот раз, да? Нет. Так. Ну, вот и я разловился, наконец-то. А то я уже взгрустнул немножко. Не, ну, когда, знаешь, наоборот, когда, мне кажется, нервничаешь, вот тогда хуже. Когда взгрустнул, знаешь, там проводки раза в три замедлились. Я буду, самое главное, не ловлю хуже. Ох! Я обычно... Вот тваря. Ну, а теперь все равно отпустил, ну, ладно. А теплый, действительно, здесь теплая вода получается. А сколько? Я аж не без этого. Здесь сейчас 13. Офигеть. А там, наверное, холоднее в том руках есть. Восемь, да? Порядка 8-9. Там, вот, считай, кровь не циркулирует. Ну, да, да. То есть сюда атомка сливает, а там она затягивает. Интересно. Ну, и, естественно, гельда там, то есть здесь есть горячий, плавный, там, холодный, здравный. А-а-а. Просто гельда, который перекрывает, но создает этот перекос. В общем, мы поели, обмозговали план дальнейших действий и решили сейчас плавненько смещаться. Просто облавливая квадратно-гнездовым, ни к чему не привязываясь. Самый действенный способ. Работа по площадям. Да, работа по площадям. Передовым, все и квадратно-гнездовым. О, инженерный подход в деле, да? Да. Ребята, мне на судака подсказали проводку, что сегодня у них сработало вот такие вот плавные подъемы, приманки. И небыстрые обороты. Ну, в принципе, на поролон, наверное, это одна из самых действенных проводок. Потому что, когда его оснащают грузом эксцентрика, он как раз-таки в все стороны играет. Вот, сейчас была поклевка. Не кисло. Не кисло он его разодрал. Кажется, самого большого дельфина я сегодня поймал, да? А, у меня хрен успеешь, да? Как в анекдоте. Да-да-да, хрен проскочишь. Есть. Да, сейчас сделал еще более плавную проводку. И сразу поклевка. Вот такой вот судачок. Я так понимаю, что это несъедобные размеры, и таких надо отпускать. Линейки у меня с собой нет. Это, наверное, самка. Мелочь, но приятно. Особенно сейчас, когда везде лед, а ты ловишь судаков. Хочу попробовать вторым спиннингом половить тоже, чтобы оперативно менять приманки. Да и на самом деле просто интересно его попробовать. Потому что весь год, ну, несколько месяцев он у меня уже лежит, ждет нормальной настоящей рыбалки. Интересно, как он будет работать на рыбе, соответственно. Это очень интересный спиннинг. Посмотрите, у него какая, ну, по сути, его комлевая часть. Сам бланк и является рукоять. Видите, вот он с палец толщиной. Вот так он бежит в руке. Я уже попробовал его, просто потестировал, позабрасывал. Очень интересная палка. Правда, я реально не знаю, чего от нее ждать именно на рыбалке. Вот сейчас хочу попробовать, как, допустим, она ловит окуня и судака. Потому что, смотрите, несмотря на то, что у нее такой толстый комель, у нее вершинка миллиметров всего лишь толщиной. Вот как она выглядит. То есть, я даже не знаю, реально вот сколько у меня разных спиннингов было, сколько я всего попробовал. Я даже не знаю, чего от него ждать. И это вдвойне интереснее и подкупает. Вот, допустим, не знаю, как он будет пробивать судака и будет ли это делать. Есть еще один. Вот этот, кажется, уже более съедобный. Да, такого можно и скушать. Это самец черного цвета. Самочки белые, а это самец. Вот такая вот резинка сработала. Я в том году хорошо ее разловил по окуню. А в этом вот... Ну, у меня просто знакомые ловят на нее именно судака. Пробую по судаку. Приманка эта называется Turbo Rip в размере 3 дюйма. Номер цвета 20. Это, кстати говоря, мой любимый цвет практически во всех приманках. Это вот, он называется машинное масло или как-то так. В общем, зеленый с красными блесенками. Это один из самых, наверное, универсальных цветов, на которые практически всегда, в любой сезон, ловится рыба. Так, надо оксет поправить. Потому что здесь подо мной какие-то коряжки или что-то типа того. И вот уже вторая рыба с одного и того же места. Все равно надо поставить меньше вес, чтобы еще была более плавная подача. Еще один. Вот тебе и удочка. И пробивает судаков только на раз. Потому что я когда обзор записывал, у людей как бы были вопросы, что с таким вот этим она их не будет пробивать. Главное, ребята, это правильные крючки с тонкой проволоки. Именно крючок в итоге пробивает рыбу, а не само удилище. Вот, конечно, небольшой. Это самочка попалась. Ее мы отпустим. Пусть она приносит потомство и размножается. У них здесь какое-то, видимо, портсобрание. То, что уже это третий судак с этого места. Кстати, удилище называется X-Act Trout. Оно изначально как бы позиционируется как форелевое. Но форелевое, конечно же, такое форели, видимо. Морской. Оп, не понял. Да, еще поклевка я прозевал. Какое-то еще. Это фирма Sportex. Следующая приманка. Для оснащения силиконовых приманок хотел бы вот такую штуку порекомендовать. Это спиральки. Спиральки на самом деле просто незаменимая вещь. Я без них уже как без рук. По той причине, что намного лучше приманка фиксируется на крючке. И намного меньше у нее разбивается носик. И, соответственно, она слазит. И вообще и приманки сохраняет. И нервы. И не знаю. Просто, просто супер. Я без них уже реально как без рук. Ну, вот так вот. Хоп. Все. Даже если там носик разобьется, можно опять же чуть срезать, дальше вкрутить спираль. И приманка будет опять в рабочем состоянии. Ну вот, началось. Обидно. Хотя, в принципе, получаются такие как бы слаги. Я думаю, тоже они могут вполне ловить. Ну, может быть, не сейчас, конечно. Когда рыба не сильная, а сильная. Смотрите. Надвигается снегопад. Он действительно стоял по прогнозу. Но я, честно говоря, надеялся, что его не будет. Ну, как конец марта. Ну, сколько уже можно снега. Но, видимо, я приехал весной, а буду уезжать уже зимой. Очень надеюсь, что, конечно, не пойдет сильный снег. Потому что, ну, и дорога тяжелая, 200 километров обратно. Мы сейчас с ребятами, они предложили пойти поискать более крупную рыбу. Потому что, ну, то, что мы сейчас ловим, это, конечно, забавно. Но надо стремиться к чему-то большему. У меня сегодня эхолота нет. Поэтому они мои глаза и уши. Я сейчас плыву за ними. Пока монтировал это видео, мне стало интересно узнать информацию о городе Курчатов, в котором я, собственно говоря, рыбачу. Так вот, город был основан в 1968 году в связи со строительством Курской атомной электростанции, получив в 1971 году статус рабочего поселка и название в честь физика Игоря Курчатова, которого по праву можно назвать отцом всей ядерной энергетики СССР и современной России тоже. Из его достижений можно выделить сооружение в Москве первого циклотрона, создание первого в Европе атомного реактора, создание первой советской атомной бомбы и первой в мире термоядерной бомбы. Кстати, несмотря на то, что он являлся создателем самого смертоносного оружия на Земле, это не помешало ему стать одним из основных основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Впрочем, я отвлекся. Я на самом деле хотел больше рассказать про Курскую атомную электростанцию. Как вы уже могли видеть, ее профиль очень напоминает печально известную Чернобыльскую атомную электростанцию. По сути, это она и есть, потому что что в Чернобыльской, что в Курской стоит один и тот же реактор РБМК-1000. Хочется немножко пошутить по теме. Реактор РБМК-1000, конечно, хороший, главное не нажимать АЗ-5. Для тех людей, которым этот каламбур непонятен, я крайне рекомендую посмотреть сериал, который называется «Чернобыль». Несмотря на то, что его сняли американцы, сняли они его настолько хорошо, что этот сериал признан одним из лучших сериалов, кажется, за 2020 год. Но и реально там воссозданы практически все события. И я много читал, на самом деле, про аварию на Чернобыльской атомной электростанции. И со своей стороны лично могу подтвердить, что действительно очень скрупулезно воссозданы практически все моменты и нюансы, которые были на самом деле. И самое интересное, что у американцев получилось отлично воссоздать атмосферу тех времен. Очень хорошее и доскональное внимание ко всяким мелочам, деталям. Даже удивительно, что люди из другой страны, из другой, можно сказать, из другого мира умудрились так воссоздать всю атмосферу из СССР. Хотя, конечно же, не обошлось и без клюквы. Так, у меня обрыв. Коряги, значит, где-то есть. Я, кстати, вместо клюрокарбона использую поводки из Хардмона. Сейчас покажу. Короче, это такой же, как и флюрокарбон, материал, только крепче. Он такой же невидимый, и куча у него плюсов, но он намного менее страдает от щучьих зубов. Так, а что, и неужели я готовые поводки не взял? Вязал же дома, но, видимо, забыл. Вот он, собственно говоря, такой материал. Фирмы Клаймакс. Сейчас буду вязать поводок. Вяжется так же, как и обычный флюр. И еще я, наверное, в 90% своих рыбалок использую безузловые застежки. В этом году у меня появились вот такие вот новые безузловые. Они не зацепляющиеся. То есть они полностью обтекаемые, нет никаких выступающих частей. И это, на самом деле, здорово. Потому что постоянно на безузловую застежку, ну, если не в корягах она застреет, то она цепляет на себя весь водяной мусор, траву и так далее, и так далее. И это, на самом деле, проблема. А у этих, соответственно, безузловых, вот видите, такой проблемы нет. Простое и эффективное решение, как оказалось. Все, в общем-то, поводок готов. У меня еще один обрыв. Прямо сразу произошел. Еще пару поклевок. Это удилище опять, без приманки. Не хочу вязать поводок. Сейчас этим ловлю. На него две поклевки, два схода. Офигеть. Ну, что такое? Какой-то кошмар просто творится. Я даже не знаю. Посожрали у меня почти пачку приман. Опять поклевка. Надеюсь, приманка цела. Есть. Сошел, зараза. Ну, посмотрите, ну это просто какая-то... Ну что это? Это вообще, я не знаю, ну как это назвать? Есть. Прямо на падении. У вас такое было, что вот, не знаю, надо прям... Начинаешь слишком нервничать и делать не то. Надо сесть, попить чая, перекурить. Кошмар. Это что это еще такое? Это вот такие рыбы, что ли, разбивают мне приманки. Как вот он клюнул. Причем он... Это произошло вообще просто на падении приманки. Первый заброс сразу. Ничего не крупно. Совсем какой-то судак здесь мелкий. Хотя, отправлялись наоборот за крупные рыбы. Или там мне так везет? Дальше было хуже. Поклевки на каждом забросе. Каждые три поклевки либо поимка, либо смена приманки, ввиду того, что от нее мало что оставалось. Поэтому я решил немного отдохнуть, снять напряжение и попить чай. И в этот момент разразился речью аж на 5 минут, которую я вставлять сюда не буду, чтобы, соответственно, вам не загружать мозг. А сразу перейду к сути. Ставка наша на это место не сработала. Ребята, которые вернулись, тоже ничего не нашли. Размер рыб у них был примерно такой. И в целом ситуация такая же. Поэтому было решено вернуться на те места, с которых мы и начинали рыбалку. И сразу забегая вперед скажу, что решение было совершенно правильным. Там я поймал еще несколько судаков вполне съедобного размера. Получил несколько оторванных хвостов. И на этой ноте решил рыбалку завершать. Эта рыбалка мне на самом деле очень понравилась. Надеюсь, что и вам. Потому что целый день были какие-то движения, поклевки, контакты. И в общем-то было не скучно. Плюс еще атмосфера и антураж самого места добавлял какую-то свою изюминку. Ну а вишенкой на торте, правда, в переносном смысле стала обратная дорога. Представьте, неосвещенная трасса, валит снег. И все это происходит в тумане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова